В этом докладе речь пойдет о тестировании расширений, которые пишем для Magento, о тестировании кастомизаций. И фокус будет именно на юнит-тестировании. Мы не будем затрагивать подробно другие виды тестирования, поговорим только о юнит-тестировании. Также этот доклад предлагает некоторый подход к тестированию, с которым кто-то может быть согласен, кто-то может быть не согласен. Однако этот подход опробован, и он гарантированно работает. Здесь мы видим краткое содержание доклада. Стоит из 9 простых пунктов. Из 10. Сначала мы поговорим вообще о том, что такое автоматизированное тестирование, потому что юнит-тестирование является частью автоматизированного тестирования. Рассмотрим, какие есть виды тестов, чем они различаются. Вкратце. После этого мы поговорим о тестировании унаследованного кода. Работа с Magento и принципы тестирования наших расширений Magento во многом похожи на тестирование унаследованного кода. Что связано с тем, что система, с которой мы работаем, Magento, она написана, она у нас есть как данная, мы практически не можем ее менять внутри, можем только дополнять, пастомизировать. Поэтому некоторые проблемы и подходы, которые работают при тестировании унаследованного кода, также имеют место в Magento. Следующий пункт — это общие принципы тестирования Magento, то есть особенности юнит-тестирования конкретно для Magento. Дальше будут уже более прикладные вещи. Первое — это настройка окружения. Мы поговорим, что есть несколько проблем. Одна из них — это эмуляция окружения. Тут мы как раз поговорим о том, как настроить окружение для тестирования в Magento. Дальше мы рассмотрим тестирование отдельных функциональных групп классов Magento. Это моделей хелперов, ресурс-моделей, блоков, контроллеров. В самом конце мы немножко поговорим о возможности или невозможности экзотических вещей, типа как тестирование BraceScript, тестирование layout в Magento. Ну и подведем краткий итог. Итак, автоматизированное тестирование. Что это такое и для чего оно нужно? В мире существует огромное количество различных видов тестирования программного обеспечения. Может быть, тестирование качества, тестирование корректности, тестирование соответствия требованиям, тестирование производительности. Существуют совершенно разные подходы для разных видов тестирования. Однако, что всех их объединяет — это трудозатраты. Любое тестирование качественного программного обеспечения требует большого количества времени. Поэтому, естественно, что на протяжении многих лет были созданы большие попытки, предпринятые для того, чтобы… для того, чтобы ускорить этот процесс и упростить его для людей, которые занимаются таким тестированием. Ну и автоматизированное тестирование. Суть его заключается в том, чтобы, как видно на этой картинке, сделать шаг навстречу человеку и автоматизировать ручной процесс тестирования программного обеспечения. Поговорим о нескольких метриках автоматизированных тестов. И сейчас мы говорим о тестировании функциональности в том или ином виде. Итак, первый. Первая метрика, о которой мы поговорим — это хрупкость. Хрупкость теста или так называемая альфа-ошибка, ошибка первого рода, для тех, кто знаком с теорией проверки статистических гипотез, заключается в следующем. Когда мы тестируем наше программное обеспечение, мы создаем некоторые тесты. И суть этого теста заключается в том, чтобы отражать работоспособность или неработоспособность нашей системы. Если система работает, наши тесты тоже должны работать. Если система не работает, наши тесты должны быть поломанными. И потому какой конкретно тест поломался, мы сможем определить, что именно они работают в нашей системе. Ошибка хрупкости или хрупкость теста заключается в том, что тест поломан, система работает. Это ошибка первого рода. В чем ее проблемы? В том, что очень легко поломать тесты, вы вносите маленькие изменения в вашу программу, при этом ломается тест. Вы тратите время на то, чтобы выяснить проблему с тестом, тратите время на то, чтобы решить эту проблему с тестом, и на итоге вы тратите время на совершенно бесполезные с точки зрения функциональности вещи, на которые вы могли бы не тратить время, если бы у вас не было теста. Поэтому любое изменение, и ваш тест рассыпается как одуванчик. Это характеристика хрупкости. Следующая характеристика — это точность или неточность. Это так называемая ошибка второго рода. Как ни сложно догадаться, ошибка второго рода — это прямо противоположная система, когда ваш продукт не работает, а ваши тесты работают прекрасно. Большой вопрос, что хуже — хрупкость или неточность. В том и другом случае, о том, что ваша система не работает, вы узнаете, скорее всего, по звонку посреди ночи, тогда как вечером вы проверили, что все тесты замечательно прошли и спокойно дошли спать. Это, естественно, портит вам настроение. Вы понимаете, что вы потратили время на написание тестов зря, они себя не оправдали, они работают, система не работает, зачем такие тесты нужны. Это вторая характеристика, которую мы будем принимать во внимание. Следующая характеристика теста — это производительность. Естественно, когда мы пишем, вносим изменения в код, создаем новый код, мы хотим тратить как можно меньше времени на вещи, не связанные с нашей основной работой. Поэтому очень важно, чтобы тесты, которые мы создаем, были быстрыми. Если тесты медленные, это значит, что мы будем запускать их реже, это значит, что мы будем меньше отлавливать ошибок и в целом получим меньше пользы от тестов. Поэтому очень важной характеристикой теста является его производительность. Если тесты работают очень быстро, мы можем запускать весь набор тестов, которые работают быстро после каждого, даже самого минимального изменения в коде. Рассмотрим, кратко сравним основные виды автоматизированного тестирования для тестирования продуктов. Три вида тестирования мы рассмотрим. Итак, первый вид тестов — это функциональные тесты. Суть заключается в том, что вы тестируете систему как черный ящик. Если мы работаем с Magento и сайтом, то функциональный тест будет что-то вроде такого. Зайти на страницу, нажать на кнопку, перейти на следующую, посмотреть, есть ли там что-то или нет, посмотреть, добавился продукт в корзину, не добавился, посмотреть, правильно посчиталась цена или неправильно. Функциональный тест берет вашу систему как целую и тестирует ее как целую. В чем проблема такого подхода? Очень высокая хрупкость. Внеся самые маленькие изменения в ваш код, вы можете легко поломать ваш тест, потому что тест опирается на некоторые точки. Поменяя эти точки, ваш тест рушится, даже если функциональность по-прежнему работает. Неточность теста средняя. Этот тест довольно точен, потому что он довольно точно отражает работоспособность или неработоспособность вашего приложения. Если ваше приложение не работает, то вы не сможете перейти на другую страницу, вы увидите fatal error, вы увидите еще что-то, не найдете нужного элемента, и ваш тест провалится. Почему точность средняя, а не высокая? Потому что с помощью автоматизированных функциональных тестов, которые работают с системой как в целом, очень тяжело обхватить все возможные сценарии. И поэтому те сценарии, которые он обхватывает, они точно отображают, а те, которые не отхватывают, они не обхватывают. Возможно, ситуация, что если сойдет какой-то другой пользователь при каких-то других обстоятельствах, ваша система сломается, а тесты будут по-прежнему проходить, потому что они не учли эту ситуацию. Производительность функциональных тестов, как правило, очень низкая. Это связано с тем, что вам нужно эмулировать. В нашем случае, если мы говорим о веб-приложениях, нужно эмулировать работу пользователя, нужно заходить на страницы, нажимать какие-то кнопки. Это все занимает время. Нужно запускать броузер, запускать его эмуляцию. Это медленно, поэтому функциональные тесты очень медленные. Цель написания функциональных тестов проста и понятна. Нам нужно быть всегда уверенными, что наша функциональность работает хотя бы в том объеме, в котором мы смогли написать для нее эти тесты. Предотвратить регрессии или предотвратить ошибки, связанные с поломкой существующего кода, путем внесения нового. И быть уверенным в том, что код, который мы написали, рабочий. Юнит-тестирование. Юнит-тесты или модульные тесты, они являются противоположностью функциональной. Они тестируют маленькие фрагменты кода, тестируют каждый отдельно взятый метод. С помощью юнит-теста вы можете протестировать каждую срочку вашего метода. Достигается это за счет того, что вы эмулируете окружение этого метода, эмулируете все объекты, которые нужны для его работы и тестируете его. С помощью юнит-теста хрупкость вашего юнит-теста будет очень низкая. С чем это связано? Это связано с тем, что большинство программных ошибок связано со взаимодействием с компонентом, а не с ошибкой внутри самого компонента. Это значит, что если ваш юнит-тест возьмет каждый отдельный компонент, каждый отдельный фрагмент вашей программы, изолирует его от окружающего окружения путем создания неких фейковых объектов и протестирует, то, возможно, ситуация, когда каждый отдельный метод и каждый отдельный класс работает корректно, в то время как вся система не работает, поскольку один класс ожидал чего-то от второго, то что-то передал не то, все поломалось. Поэтому хрупкость юнит-теста довольно низкая. С другой стороны, неточность юнит-теста довольно высокая, именно по той причине, по которой я уже сказал. Очень легко получить ситуацию, когда вы там чего-то наменяли, что-то поломалось, а тесты по-прежнему работают. В классической ситуации, когда у вас есть метод А и метод Б, оба что-то делают, оба покрыты тестами. Метод А нечто возвращает, что принимает в себя метод Б. Вы изменили метод А, и теперь он возвращает что-то другое, но забыли про метод Б, в то время как тест для метода Б симулировал окружение, симулировал старый метод А с тем старым параметром, который он возвращает. Поэтому метод Б работает по-прежнему, метод А работает по-новому, вы его покрыли тестами, оба метода работают, юнит-тесты проходят, система не работает. Перформанс, производительность юнит-тестов чрезвычайно высока, поскольку они выполняются для каждого отдельно взятого фрагмента кода, можно достичь скорости выполнения 100 тестов в секунду, реально была достигнута скорость 50 тестов в секунду, что дает вам возможность запускать юнит-тесты даже при малейших изменениях в коде. Ну и цель юнит-тестов, поскольку в силу очень высокой неточности, цель юнит-тестов не обеспечить вам, не предотвратить регрессии, не отлавливать ошибки, а улучшать качество вашего кода, улучшать качество каждого отдельного компонента путем тщательного его тестирования и путем разработки посредством тестирования. Последний вид тестов — характеристические тесты. Этот термин был введен Майклом или Мартином Физерсом в своей знаменитой книге «Тестирование унаследованного кода». Суть заключается в том, что вы тестируете некий определенный фрагмент кода, тестируете некоторое проведение, но на уровне гораздо более низком, чем функциональный тест. Вы не рассматриваете всю страницу, вы не рассматриваете весь чекаут. Берете некий фрагмент, квоту, к примеру, если мы говорим о Манженте, и тестируете, что какой-то конкретный продукт правильно добавляется, считается его цена. С помощью такого теста вы можете зафиксировать некоторое поведение вашего отдельности этого компонента. Этот характеристический тест является чем-то средним между функциональными и юнитестом. И разрабатывая характеристические тесты, можно очень легко достичь недостатков одного и второго способа. Они могут быть медленные, как характеристические, и неточные, как юнитесты. Тем не менее, если подойти грамотно, потратить определенные усилия, то можно добиться хороших результатов, используя эти тесты. Кроме того, эти характеристические тесты очень хорошо подходят в случае, когда вам нужно сделать некий рефакторинг. Это принцип так называемых программных кисков. Если вы хотите рефакторить некоторый компонент, вы покрываете тестом компонент, который над ним и под ним, покрываете поведение, после этого вы меняете компонент внутри. Если ваши тесты срабатывают, вы можете быть уверены, что все, что вы сделали, правильно работает. Цель характеристического тестирования, тестирование отдельно взятых компонентов. Кроме того, написание, сам факт того, что вы пишете тесты характеристические, означает о том, что вы думаете о том, что у вас в программе есть некоторые компоненты, которые имеют некоторое поведение, что говорит о том, что в вашей программе начинает вырисовываться некая структура, а не то, что полный МЭС, который непонятно в том, чем занимается. Недостатки и преимущества юнитестирования. Мы уже вкратце поговорили. Из недостатков это низкая точность, возрастающая стоимость поддержки, если у вас большая программа, если у вас большое приложение, небольшое количество классов. Поддерживать юнитест становится сложно, если у вас тысячи методов. Необходимость эмуляции environment. Если ваша система очень сильно завязана на окружении, использует глобальные перемены, использует что-то, кто-то куда-то положил, использует какие-то другие объекты, которые создают третьи объекты и так далее, использует еще что-то и без этого немыслимо представить ее работоспособность. Эмуляция всех этих вещей для каждого отдельно взятого метода может быть очень сложной. Преимущества. Юнитесты, как никакие другие тесты, позволяют вам тщательно протестировать ваш код, протестировать каждую строчку вашего метода, протестировать все возможные варианты правильного и, что самое важное, неправильного поведения. Протестировать, что произойдет с вашим методом, если придут не те, где данные, которые он ожидает. Этого можно добиться только с помощью юнитестирования. Используя юнитестирование, известный принцип заключается в том, что вы тестируете только паблик функций, поскольку технически протестировать методы сложно. А это говорит о том, что вы неким образом фиксируете свои интерфейсы. И если вы видите, что что-то очень тяжело протестировать, и вам необходимо тестировать протестировать методы, это говорит о том, что архитектура, возможно, не самая удачная, следует ее изменить. Таким образом, юнитесты помогают вам держать более четкую архитектуру. Низкая стоимость. Немножко противоречит высокой стоимости поддержки. Это заключается в том, что если у вас не настолько плохая система, я тебе только что описал, а Magento, безусловно, является не настолько плохой системой, то создание отдельно взятого теста для отдельно взятого метода очень быстрая и простая процедура, сравнимая, вернее, несравнимая по временем, с временем, которое нужно затратить на то, чтобы написать сам работающий код. Это означает, что, выбрав для себя подход через тестирование, вы не потратите в 4 раза больше времени, чем без тестирования. Потери времени будут некритичными для ваших клиентов. Высокая производительность, как я уже сказал, поскольку исполняется каждый отдельно взятый фрагмент кода, то производительность может быть очень высокой. Преимущества недостатков характеристических тестов. Недостатки, как мы уже говорили, очень легко получить недостатки обоих видов тестов функциональных и юнит в плане производительности, точности и грубкости. Относительно высокая стоимость. Разрабатывать характеристические тесты сложно. Сложно определять компоненты в вашей системе, особенно если ваша система изначально не очень хорошо спроектирована. Сложно. Иногда бывает, даже просто задав себе вопрос, кто отвечает за ту или иную часть логики, выяснить конкретно, кто отвечает, как его протестировать. Преимущества. Раз вы их написали, значит, вам удалось выделить эти компоненты, значит, ваша архитектура будет более четкая. Человек, который посмотрит на эти тесты, он сразу поймет, что за этот фрагмент логики отвечает вот этот класс или группа классов. Также от функциональных тестов. Характеристические тесты унаследовали способность предотвращать регрессии за счет точности, которая значительно выше, чем у юнит-тестов, поскольку он тестирует взаимосвязи между компонентами, а не только отдельно взятыми методами. Переходим к следующему пункту. Тестирование унаследованного кода. Под унаследованным кодом понимают разные вещи. К примеру, все тот же Fizzers, о котором я сегодня упоминал, говорит, что унаследованный код – это код, который не покрыт тестами. Так вот просто. Мы же под унаследованным кодом будем понимать код, который написали не мы, но с которым нам нужно работать в силу причин непреодолимого характера. К примеру, Magento является таким кодом. Мы его получили, мы не можем его переделать, мы не можем его переписать, это занимает очень много времени, и не обязательно нужно, не знаем, нужно это делать или нет вообще. Поэтому мы обязаны с ней работать. Это код унаследованный, его написали другие люди, мы должны с ним работать. И вообще говоря, как правило, под унаследованным кодом понимают код, работоспособность которого мы не очень хорошо понимаем. Наверное, ни для кого не секрет, что, наверное, мало найдется людей, которые очень хорошо понимают, как Magento работает внутри. Проблемы с тестированием унаследованного кода. Вы не знаете, с чего начинать, если у вас… Это глобальная проблема. Если у вас есть некий код, вы хотите внести в него изменения, вы хотите покрыть его тестами, у вас благие наменения, вы не знаете, что начинать тестировать, вы не знаете структуру программы, вы не знаете архитектуру вашего приложения, которое вы унаследовали, вам тяжело начать. Вы не знаете, как должно работать приложение. Вы бы и рады написать характеристический тест, но вы не знаете, что тестировать. Вы знаете, что он там куда-то что-то добавляет. Но вот как взять компоненты, протестировать его конкретное поведение, вы не знаете. Это общие проблемы. Более частные проблемы заключаются в том, что в вашем тестовом окружении вы не можете получить доступ к объектам, которые вы хотите протестировать. Создание объектов может зависеть от базы данных, от некоторых связей, от некоторых других вещей, которых вы хотели избежать. Создание объектов в конструкторе может создавать нечто такое, чего бы вам очень не хотелось видеть в ваших юнит-тестах. Как следствие, вы не имеете доступа к этому объекту. Последний пункт — это нужно проэмулировать окружение времени выполнения, что может быть сложным, поскольку вы не знаете, какое окружение времени выполнения. Вы не знаете, какие переменные должны быть установлены в случае со сложными системами. С этим возникает проблема. Как с этим бороться в Magento? Безусловно, в Magento все не настолько плохо. Предложение номер один или принцип номер один — использовать PHP-юнит как тестовое окружение. Наверное, никого не удивит на сегодня. PHP-юнит является стандартом де-факто. Он реализует принципы тестирования X-юнит, которые реализованы во многих фреймворках J-юнит, X-юнит, даже что-то там есть для C, не очень хорошо проводоработающие. Тем не менее, концепция тестирования, терминология PHP-юнита сохраняется. Использовать реальную в Magento конфигурацию. Принцип эмулирования окружающей среды заключается в том, что вы должны в идеальном случае в ваших тестах проэмулировать все. В случае с Magento эмулировать конфигурацию чрезвычайно сложно. Конфигурация в Magento является неотъемлемой частью самой системы. Поэтому один из принципов является в том, что вы будете загружать эту конфигурацию и работать с ней как есть. Возможно, внося некоторые точечные изменения, но не более того. Не использовать базу данных и других внешних ресурсов. Если вы начинаете использовать базу данных, у вас автоматически понижается время, которое ваше тесты, вернее, увеличивается время, которое требуется для выполнения ваших тестов. У вас автоматически появляются завязки на среду, вам нужно что-то там делать с базой, это тяжело, это сложно. И это, вообще говоря, уже будут не юнитесты. Использовать минимальные настройки для того, чтобы делать ваши тесты. Суть этого заключается, этого следующего пункта, использовать ориентированные на проект конкретные средства тестирования, в том, чтобы не искать или не стремиться к созданию некого глобального тестового чего-то там окружения, которое сможет решить все ваши проблемы для Magento. И вместо этого использовать маленькие подстройки, которые нужны вам конкретно для вашего конкретного проекта и нужны конкретно для тестирования Magento. Если кто-то был на предыдущем докладе в PHP-секции, кто-то был? Никого не было? То вы слышали о преднамеренно ориентированном программировании, и эта концепция крайне соответствует этому, этой концепции. Использовать только то, что вам нужно, не стремиться к генерализации, к обобщению, не стремиться к созданию глобальных монстров, которые смогут решить все проблемы, которых на данный момент может и не существует. Итак, для тех, кто не знаком с PHP-юнитом, есть такие? Все знакомы с PHP-юнитом? Переходим к следующему слайду. При тестировании очень важно не забывать о тестировании исключительных ситуаций и неправильного, в кавычках, поведения кода, поскольку очень часто мы тестируем именно то поведение кода, которое мы заложили в него. И это, конечно, неплохо, но с помощью днин-теста мы можем протестировать и должны тестировать то, как себя ведет код, если случается нечто такое, чего он не ожидал. И это очень важно делать, поскольку это повышает надежность вашей системы, уменьшает количество звонков посреди ночи. PHP-юнг позволяет вам тестировать эксепшены, поскольку все знают, то не будем в этом останавливаться. Итак, настройка окружения. Мы столкнулись с, как я уже сказал, есть две проблемы, которыми нам нужно будет побороться. Первое — это настройка окружения, это второе — получение конкретных экземпляров, конкретных объектов. Для настройки окружения предлагается использовать следующий подход. Во-первых, мы хотели бы, чтобы внутри наших тестов мы могли делать match.get.module, match.get.resource.module, match.get.что-нибудь еще, get.store.config. Это наша цель. Второе — мы не хотим использовать реальную базу данных. Не факт, что у нас не получится ее не использовать совсем, но мы хотели бы минимизировать это использование. Мы хотим, чтобы autoloader и include-pass, которые есть в Magento, чтобы они работали, как и раньше. Иначе у нас возникнут определенные проблемы с созданием наших объектов и вообще с работоспособностью в целом. Также мы хотим, чтобы реальная конфигурация была доступна из наших тестов, чтобы мы могли сделать match.get.config, match.get.store.config, получить некий объект. Как-то с ним работать, как-то ему эмулировать. Вот это наши цели. Чтобы выяснить, как достичь этих целей, давайте рассмотрим диаграмму следующую. Те, у кого хорошее зрение могут ее рассмотреть, те, у кого не очень, поверят мне на слово. Это диаграмма того, что происходит при загрузке Magento. При загрузке Magento в первую очередь мы попадаем в индекс PHP. Это он. У меня зрение плохое. Мы попадаем в индекс PHP. Индекс PHP включает match.php, который в свою очередь настраивает include pass и запускает наш app, наш объект нашего приложения, который делает следующие вещи. Он загружает конфигурацию, создает объект реквеста и вызывает метод dispatch frontcontroller. Мы бы хотели сделать почти все то же самое, помимо вызова метода dispatch frontcontroller, помимо создания объекта реквеста и помимо инициализации сторов, которых в тестовом окружении просто может не быть. Вот наша цель. Мы хотим сделать все то же самое, что происходит при реальной загрузке, помимо, собственно, реальной обработки запроса. Как мы можем это сделать? Наш любимый match.php имеет функцию run, которая используется на предыдущем слайде, которая, собственно, запускает функцию run app, которая делает все то, что здесь нарисовано. Мы можем это проследить. Она создает объект app, она создает конфиг и запускает run. Тем не менее в менеджер также есть функция app, которая делает все то же самое, но не запускает run у нашего match-core-model app, а вместо этого запускает init, который делает все то же, что делает run, кроме вызова диспатча фронт-контроллера. Таким образом, небольшие кастомизации match.php помогут нам, могут нам сильно помочь. В нашем тестовом окружении мы создаем bootstrap script. Все знают, что такое bootstrap script? Прекрасно. Создаем bootstrap script, который будет инклудить match.php, так как это делает индекс.php, стоит только разница, что он будет инклудить его из другого места и тот match.php, который сделаем мы. Мы его немножечко модифицируем, совсем чуть-чуть согласно с предыдущими принципами, чтобы иметь возможность делать все то, что нам нужно. А именно, скопируем нашу тестовую директорию, если она у нас есть, наш старый match.php, немножечко подправим get-теры, get-методы, о которых мы поговорим, возможно, чуть позже, и настроим bootstrap script на то, чтобы он включил match.php. match.php запустит autoloader, match.php загрузит все include пассы, поэтому все будет работать так, как нужно. Итак, переходим к тестированию моделей и хелперов. Модели и хелперы в Magento – это те места, скажем так, в которых, как правило, сосредоточена вся логика вашего приложения. Помимо моделей и хелперов у нас есть контроллеры, у нас есть ресурс моделей, что у нас там еще есть, и блоки. В ресурс моделях, как правило, содержится логика низкоуровневой работы с базой данных, получения из базы некоторых данных. В контроллерах содержатся инструкции выполнения данного сценария, данного экшена. В блоках блоки являются… Ну, о блоках мы немножко поговорим, не буду все раскрывать прямо сейчас. Итак, атипичная ситуация. Мы имеем некоторую модель, которую хотим протестировать. Эта модель имеет ряд зависимостей от других объектов. Это могут быть как хелперы, так и другие объекты в Magento. И вот сразу же проблема. Как нам добиться того, чтобы этой зависимости не было? Потому что каждый следующий объект потянет зависимость от других объектов. Я не знаю, кто знает или нет, но на одном исполнении страницы Magento, если выключен кэш, то она может делать до 120 тысяч вызовов методов. С включенным кэшем это может быть до 20 тысяч вызовов, в зависимости от страницы. Поэтому если мы только потянем эту цепочку, то по принципу домино все будет очень плохо. Мы хотим избежать этого. Мы хотим, чтобы эти методы, все эти объекты, от которого зависит наша модель, которую мы собираемся тестировать, не были вызваны. Как мы можем это сделать? Мы можем это сделать с помощью концепции мокинга или создания тестовых, фейковых объектов. Для этого нам нужно, чтобы все объекты, которые вызывает наша модель, вместо них поставлялись некоторые другие объекты, которые не будут делать всех тех плохих вещей, которых мы хотим избежать. По словам плохих, я понимаю плохих в нашем окружении. Вообще они могут делать хорошие, замечательные вещи, но при тестировании нашей конкретной модели эти вещи нам не нужны. Замечательной новостью является то, что Magento никогда, когда, кроме того случая, который был нарисован на экране в предыдущих слайдах, вот здесь, вы видите здесь ключевое слово new. Вот помимо этих фрагментов кода, вам будет очень тяжело найти другой код, который использует оператор new. Практически все объекты Magento создаются посредством фабрики, а это значит, что у нас есть возможность их подменять. И это правда. Сейчас мы посмотрим, как. Вот обычное течение того, что происходит, когда мы вызываем getModule в Magento. Идет через match.getModule, дальше он спускается в конфиг, который из конфигурации вытаскивает имя класса. Потом в дело вступает autoloader, который по данному имени класса находит его путь, загружает, создает инстанс и возвращает. Что же мы можем сделать? В нашем модифицированном match.php мы можем перекрыть методы типа getModule, getResourceModule. И вместо добавить маленькую проверочку, добавить тот if, о котором предыдущий докладчик говорил, что добавлять их нельзя, добавить маленькую проверочку на то, а не существует ли фейкового объекта подобного. То есть, грубо говоря, мы можем просто проверить, есть ли в реестре Magento, в Magento есть register, если знаете, такой реестр, есть ли в нем объект, который нужно вернуть, зарегистрированный с тем же, с тем же класс name, factory name, который мы передали в наш getModule. Если есть, вернуть его. Если нет, тогда пойти по обычному пути и вернуть настоящий объект. Поскольку мы включаем реальную конфигурацию, то настоящий объект будет создан и сделан в соответствии с принципами, которые мы рассмотрели ранее. Это сразу же дает нам подсказку, тем, кто еще не сообразил, как мы можем добиться создания фейковых объектов. Мы создаем фейковый объект там, где хотим, вложим его в регистр. Да, перестанция будет доступна на сайте, поэтому можно не заниматься пиратством. Вложим его в регистр по данному factory name, и после этого наш метод, наш объект, который мы тестируем, будет вызывать manageGateModule, но получает тот объект, который мы захотели ему подсунуть. Вот такой нехитрый трюк решает проблему создания объектов. Вторую проблему, главную проблему при тестировании унаследованного кода. Вот так вот мы будем тестировать модели. Мы будем окружать модели фейковыми объектами, которые мы сами создаем. Поскольку мы их сами создаем, то у нас есть к ним доступ. Если мы видим, что как-то фейковых объектов становится очень много, это говорит о том, что наша архитектура, возможно, не самая удачная. Поскольку кастомизации пишем мы, то мы можем изменить свою архитектуру. Так архитектуру Magento мы изменить не можем. Таким образом мы можем протестировать модели-хелперы, поскольку они содержат логику. Это именно то, что нужно тестировать. Так, окружив их фейковыми объектами, мы можем добиться того, что нам нужно. Как же быть с ресурс-моделями? За редкими исключениями ресурс-модели в Magento, как я уже сказал, служат исключительно для поднятия определенных данных из хранилища данных, правила базы данных. И поэтому типичный ресурс-модель, типичный ее метод заключается в том, чтобы построить запрос в соответствии с параметрами, вытащить что-то из базы и вернуть кому надо. Естественно, юнитестирование в данном случае классическое не очень подходит, потому что оно предполагает тестирование функциональности, тестирование поведения. Здесь поведения нет, здесь есть создание запроса. Поэтому рекомендуется не писать юнитесты, не эмулировать создание запроса. Есть подход, связанный с тем, что мы эмулируем адаптер Magento, эмулируем возврат данных по конкретному скейт-запросу, нам это представляется довольно сложным техническим решением, хотя и возможным. Поэтому рекомендуется использовать базу данных и тестировать корректность конкретным запросам. Это позволяет вам использовать тест-драйвинг-девелопмент при разработке ресурс-моделей, поскольку, когда пишете ресурс-модель, вы создаете фейковые данные в базе данных, вы проверяете, что у вас конкретный метод работает как следует, и после этого получаете код покрытый тестами. Естественно, это уже не будут чистыми юнитестами, о чем говорит заголовок Breaking the Rule, поскольку мы используем базу данных, поэтому такие тесты следует выделять куда-то отдельно, иметь возможность запускать основную базу юнитестов без них, поскольку они, скорее всего, будут медленными, более медленными. Следует также заметить, что никаких особых действий для того, чтобы использовать базу данных в тестовом окружении делать не нужно. После того, как вы запустили ваше обычное окружение с вашей обычной конфигурацией, у вас все будет работать и так. Единственное, о чем вам нужно думать, чтобы не использовать базу данных, когда вы тестируете модели и хелперы. Блоки. Блоки в Magento являются структурными элементами, и, наверное, сразу же найдется множество людей, которые мне возразят и будут правы. Блоки и layout в Magento – это интересная новая концепция, которая изобретена в Magento, я не побоюсь этого, и замечательная концепция, очень гибкая и удобная. Единственное, ее сильная и одновременно слабая сторона заключается в том, что вместе с инструкциями, обеспечивая структуру данной страницы, как в layout или блоках, вы также можете зашивать туда некоторое поведение. Мы можем встретить подобное поведение где-нибудь при адресовке заголовков, при адресовке иерархии, когда блоки что-то начинают делать, где-то что-то искать. Но, скорее, это исключение, чем правило. Как правило, типичные блоки, если мы вспомним Грид или какой-нибудь другой, он просто вызывает конкретную модель, например, из реестра берет модель продукта, что-то там берет у него какие-то данные и передает их в свой шаблон каким-то образом, обеспечивая некоторые паблик обертки для своего шаблона. Шаблон берет эти данные и разрисовывает. Таким образом, функциональной или поведенческой структуры кода в блоках зачастую нет. А раз нет функциональности, значит, нечего тестировать. Поэтому рекомендуется тестировать блоки только в случаях, если у них действительно есть некая функциональность, есть некая логика, есть некоторая возможность того, что эта логика будет работать неправильно или некорректно. Если же все, что делают блоки, это просто берут какой-то данные и передают их в свой шаблон, отдельно писательные тесты, тратить время не рекомендуется. Также хочу от себя заметить, что блоки очень хорошо подаются тестированию функциональными тестами типа Selenium, поскольку этот тест заходит на страницу, автоматически рендерятся все блоки, они автоматически все покрываются кодом, покрываются вашим тестом. Конечно, бывают исключения, но правила тестирования блоков хорошо поддаются именно с помощью функционального подхода. Итак, тестирование контроллера. Контроллеры Magento, поскольку у нас есть блоки и layout, которые имеют там некоторые управляющие конструкции, это контроллер не всегда несет смысловую нагрузку. Тем не менее, иногда контроллеры содержат в себе некоторый набор инструкций, которые следует выполнить, либо содержат в себе обработку ошибок, либо содержат в себе некоторое поведение, которое специфично от данных, которые приходят. Поскольку контроллер — это первая точка, которая принимает данные из реквеста, то в зависимости от этих данных контроллер может менять свое поведение. Поэтому тестировать контроллеры, с технической точки зрения тестирование контроллеров не представляет никакой сложности. Как мы знаем, если знаем, то контроллеры Magento создаются как раз с помощью этого new, который я обещал вам, что вы не найдете. Ну, это точно последнее место. Поэтому вы можете точно так же с помощью оператора new создать экземпляр контроллера, точно так же его протестировать. В целесообразности тестирования контроллеров. Целесообразность тестирования контроллеров есть только в том случае, если в контроллере есть, собственно, что тестировать. Если там просто вызов какого-то метода обработки ошибки, возможно, тестировать его не стоит. Также нужно заметить, что для тестирования контроллеров, поскольку они содержат некоторую, могут содержать некоторую логику или последовательность выполнения, хорошо подходят характеристические тесты. То есть вы можете взять контроллер, симулировать некоторые промежуточные фрагменты, что он там вызывает, и проверить, что в целом функциональность работает. Экзотическое тестирование. Под экзотическим тестированием я понимаю тестирование вещей, на которые мы обычно не обращаем внимания. В частности, обрейт скриптов и лейаутов. Обрейт скриптов, понятно, в обрейт скрипте может быть ошибка, в обрейт скрипте может быть что угодно, поэтому раз есть некий код, значит, логично допустить мысль о том, что этот код может быть протестирован. Кстати, на лейаутов, как я уже сказал, что сторона рендеринга в Magento является не только структурой, но и частично функциональной. В лейауте вы можете задать инструкции, в лейауте вы можете вызвать метод, в лейауте вы можете засетить переменную. То есть там тоже может что-то происходить, а значит, возможно, целесообразно его тестировать. Каких-то конкретных рекомендаций я давать не буду. Это возможно, это отдельная тема. По поводу того, стоит это делать или нет, зависит от вас, от сложности решений, которые вы разрабатываете. Однако я хочу обратить внимание на эту рыбку. Это рыба-зебра, если не ошибаюсь, водится в Красном море и является чрезвычайно опасной для человека, несмотря на то, что она очень красивая. Один ее укол ведет к параличу, если не оказать медицинскую помощь, то к смерти. О чем это говорит, что тестирование у Magento, как и всякая экзотическая вещь, может быть очень опасным. В самом деле, если вы будете многократно исполнять, если вы допустите какую-то ошибку в тестировании проискрипта, скажем, то вы можете повредить свою базу данных. Если вы это не дайпло сделаете на ЛИВ-системе, то это может повредить и вам. Поэтому к этому следует относиться крайне внимательно и осторожно. Итак, переходим к заключению нашего, моего доклада. Подведем итоги. С помощью юнит-тестирования мы можем полностью покрыть функциональность конкретно взятого класса, в частности, моделей Helper. Мы можем сделать небольшие модификации, очень маленькие, в Maze PHP. И иногда, если очень нужно, хотя необходимость такая бывает очень редкая, в самом config.php, потому что config.php очень тяжело симулировать, я имею в виду сам класс, если надо, для того, чтобы создавать фейковые или mock-объекты. Мы будем тестировать только блоки, содержащие логики. Но, моими словами, если у нас есть грид, в котором 400 строчек добавления колонок, то мы не будем тестировать добавление колонок, потому что это функциональность Magento. Судя дела, мы тестируем, что Magento по-прежнему работает, что для нашего расширения, для нашей кастомизации является априорным предположением. Если Magento не работает, то и тестировать, собственно, ничего не стоит. Мы не будем, сразу же нарушаем правила, которые мы сами установили, мы не будем создавать фейковый инстанс базы данных, эмулировать базу данных для работы с ресурс-моделями. Будем использовать настоящую базу данных. Естественно, что на продакшен-энварьменте нужно за этим следить, нужно очень аккуратно писать эти тесты, чтобы они добавляли данные, после себя их удаляли, чтобы они ничего не навредили, а еще лучше на продакшене вообще их не запускать. Поэтому я и рекомендовал их вынести отдельно, чтобы иметь возможность запускать их отдельно. Мы будем тестировать контроллеры, только в случае, если он содержит некую логику, который есть смысл протестировать, либо содержит некие инструкции, специфичные к параметрам. Если пришел такой параметр, сделайте то-то, такой-то, то-то, а такой-то ничего, а то-то вообще ошибка. Такую подобную логику, может быть, имеет смысл также покрыть тестами. Кроме того, для тестирования контроллеров хорошо подходят характеристические тесты. Ну и напоследок мы кратко упомянули о тестировании лейаутов и upgrade скриптов. Характеризационные тесты, характеристические тесты. Хороши для тестирования взаимодействий между малыми группами классов, хороши для фиксации вашей архитектуры и для того, чтобы разрабатывать модульную архитектуру. Если вы делаете какое-то сложное приложение, и вам удалось написать хорошие характеристические тесты, это косвенный признак того, что ваша архитектура не такая же плохая, а даже, скорее, хорошая, потому что характеристические тесты отделяют компоненты, отдельная логика между ними существует, значит, вам удалось добиться некой ответственности. Если вам не удается написать характеристические тесты, значит, все делают все, нет никакой ответственности, в случае, если что-то поломается, найти крайний класс будет крайне сложно. Мы можем использовать также дни тесты для того, чтобы зафиксировать физическое поведение компонентов, к примеру, зафиксировать пересчет прайсов, зафиксировать поведение пересчета прайсов, зафиксировать добавление в квоту, зафиксировать еще что-то. Какие-то очень важные фрагменты нашего кода, которые мы хотим, чтобы работали всегда, которые, предположительно, не будут меняться очень часто. Очень важно при разработке характеристических тестов сохранять модульность и следить за производительностью, иначе все может закончиться очень печально. На этом у меня все. Меня зовут еще раз, если кто не услышал или если я не представился, Виталий Галамозой. Вот мой имейл, если кому-то очень интересно. На этом у меня все. Можем перейти к вопросам.